В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля. С погоды! Сегодня день вывода войск из Афганистана. И сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем нашим согражданам, погибшим при исполнении воинского долга за пределами нашей страны. Это особый подвиг – быть на войне в мирное для своего отечества время. Наши солдаты и офицеры проявили самоотверженность и доказали преданность Родине. И сегодня в нашей студии воин-интернационалист Геннадий Жданов. Он расскажет моей соведущей Белли Джазаевой о ветеранской организации и о патриотическом воспитании молодежи. Доброе утро всем! Доброе утро, Геннадий! Доброе утро! Я искренне рада видеть вас сегодня у нас в гостях. И хочу сразу поздравить вас с такой знаменательной датой, как то. Сегодня день вывода войск наших войск, советских войск из Афганистана. Вы непосредственно участник всего этого. Мы много раз говорили с вами об этом, встречались. Но, тем не менее, мне бы хотелось еще раз узнать у вас, вот какие эмоции, первые эмоции вы, столь молодой парень, почувствовали, прочувствовали в тот момент, когда вы узнали, что вас выводят оттуда. И на тот момент, когда это происходило, вы уже были отслужившим? Да. Я уже вернулся домой. Спасибо было за поздравления, за все для начала, извиняюсь. Я вернулся уже домой в 1986 году. Я служил в Баграме, в отдельной внеметной роте. И когда мы узнали о выводе войск, ну, конечно, первое ощущение было, что радость, тем не менее. Потому что окончание войны – это всегда хорошее дело. Как это может быть нерадостно? Правильно, когда 18-летние детки попали? Конечно. Что закончилось, что не будет больше жертв, не будет прилетать черный тюльбан. Наши матери, наши сестры, жены не будут переживать. Геннадий, я вот сейчас не хочу, знаете, вас спрашивать, возвращать в то прошлое, как все это проходило, как вас окружали. Я наслышанно об этом. И все мы знаем об этом. Я, знаете, вот хочу вернуться к сегодняшнему дню и спросить у вас. Вы же афганцы, воины-интернационалисты. Это особая каста людей, с особым мировоззрением, на мой взгляд. Вот вы как-то взаимодействуете сейчас друг с другом? Ну, конечно, нас не так много. Тем более, из Карачао-Черкесии прошло, ну, как, по призыву службу 848 человек. Ну, а так около тысячи, с учетом советников по-разному. Потому что были не только военные. Там были и врачи, там были и сельхозработники, и строители, и инженеры, которые оказывали помощь братскому. Тогда что-то называлось интернациональной помощью. Да, да. Конечно, мы с самого начала, как-то, ну, возвращаясь домой, друг к другу нас тянуло, потому что тогда было и непонимание многого в обществе. Все, достаточно сказать, что из 250 миллионов тогдашнего населения Советского Союза прошло по призыву 680 тысяч человек. Ну, представьте соотношение. Многие не понимали все. Также старались, конечно, поддержать друг друга где-то, что-то. Да даже просто поговорить с человеком, который понимает. Я хочу выразить вам свое восхищение, свою благодарность за все, что вы сделали для нашей Родины. И желаю вам здоровья. И пусть больше никогда не будут никаких войн. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 – «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.